Эй, я говорил вам, что у вас невероятное тело. Нет-нет, я не это имел ввиду. Что если я скажу вам, что ваше тело – настоящее чудо? Эх, тоже вышло не очень. Ладно, давайте скажем так. Человеческое тело обладает замечательными способностями. Судите сами. Номер 1. Люди буквально светятся. Хотя мы привыкли думать, что светиться могут только медузы и другие морские существа, на самом деле любое живое существо на нашей планете излучает свет, включая людей. Этот эффект называется биолюминесценция. Но проблема заключается в том, что мы не видим этого света, потому что он в тысячу раз более тусклый, чем могут уловить наши глаза. Но если бы вы могли посмотреть на человека через чувствительную камеру в абсолютно темной комнате, вы бы увидели это свечение. При этом оно ярче днем и тусклее ночью. И сильнее всего светятся наши лица. Номер 2. В нас встроены лучшие в мире камеры. На текущий момент у лучшей камеры, разработанной человечеством, разрешение составляет 200 мегапикселей. Но она вам не нужна, потому что ваши глаза намного круче. Как вам качество картинки в 576 мегапикселей? Да, настолько хорошее у нас зрение. Жаль, что эти изображения печатаются на сетчатке, а не на бумаге, и их нельзя вставить в рамочку. Изобретателям еще есть над чем поработать. Номер 3. Мы все марафонцы. Частично. Человеческое сердце – это мощнейший двигатель. Оно так эффективно качает кровь, что та ежедневно проходит по сосудам 19 тысяч километров. Это все равно, что пробежать от одного побережья США до другого четыре раза. Но это еще не все. Если вы растянете все свои кровеносные сосуды в одну линию, то вы, конечно, этого не переживете. Зато ваших сосудов будет достаточно, чтобы обернуть экватор несколько раз. Номер 4. У вас с шимпанзе одинаковое количество волос. Разница между нами и шимпанзе не в количестве волос. Оно одинаковое, а в качестве. Конечно, мы же используем шампунь. На самом деле это объясняется эволюцией. Нам нужно было более эффективно потеть и контролировать тепло своего тела. Кроме того, тонкие волоски на нашем теле не позволяют завестись паразитом. Да, и выглядим мы так намного лучше. Сплошные плюсы. Номер 5. Вы кашляете со скоростью звука. Ваши легкие могут так сильно выталкивать воздух, что он почти достигает скорости звука. Ладно, третьей скорости звука, но все же. Такой мощный кашель могут производить большие легкие. Примерно так. Ого, мне нужно попить воды. Просто представьте, если бы воздух выходил немного быстрее, вы бы создали сверхзвуковой хлопок. Но не особо на это рассчитывайте, ведь наши легкие регулируют скорость. Номер 6. Ваше тело знает, когда оно под водой. Оно понимает это по пузырькам? Нет. У нашего тела есть специальный механизм для пребывания под водой. Он называется нырятельный рефлекс, и им обладают все млекопитающие, включая людей. Этот рефлекс перенаправляет кислород к вашему сердцу и мозгу. В тот момент, когда вы ныряете в воду, ваш организм автоматически замедляет сердечный ритм, сужает кровеносные сосуды и выпускает красные кровяные тельца из селезенки. Этот рефлекс можно спровоцировать, если вы намочите лицо, особенно ноздри. Но он не сработает, если вы просто поместите под воду кисти рук или ступни. Номер 7. И кстати, кожа на пальцах, ладонях и ступнях сморщивается в воде не просто так. Кажется, что это происходит со всеми, но на самом деле у людей с поврежденными кожными нервами подушечки пальцев в воде не сморщиваются. Оказывается, такую реакцию на воду регулирует нервная система. Эти морщинки нужны нам, чтобы улучшить захват влажных предметов. В ходе экспериментов, люди со сморщенной кожей пальцев смогли собрать больше влажных камней, чем люди с гладкими и сухими руками. Мы прошли наш список наполовину. Если у вас есть свои интересные факты о работе нашего тела, поделитесь ими в комментариях. А теперь самый большой миф. Номер 8. Забудьте о том, что мы используем только 10% своего мозга. Этот миф основан на старом исследовании, которое предположило, что мы не используем потенциал нашего мозга в полной мере. Однако в нем ничего не говорилось о 10%. Теперь мы знаем, что наш мозг всегда активен, каждая его зона и железа работают даже во время сна. Судите сами, если мы не используем 90% нашего мозга, тогда почему ему требуется 20% всей нашей энергии. Ради жалких 10% активности? Не думаю. Хотя в понедельник утром я, наверное, использую только 10%. Номер 9. Одна часть вашего тела не снабжается кровью. Все части нашего тела снабжаются кровью, ведь она приносит полезные вещества и выводит ненужные. Все, кроме одной. Роговой оболочки глаза. Роговица – это прозрачная пленка на передней стенке глаза, которая работает как линза и как щит для более чувствительных частей глаза. В ней нет кровеносных сосудов, потому что она получает все необходимое из слезного канала и воздуха. Именно поэтому очень важно поддерживать глаза влажными и регулярно давать им отдых. Номер 10. Рост ушей и носа никогда не прекращается. Рост нашего тела останавливается примерно в 21 год. И неважно, насколько вы хотели стать звездой НБА, в 21 год ваша судьба определена. Жаль, что звездой баскетбола нельзя стать благодаря большому носу или ушам, ведь они продолжают расти всю нашу жизнь. Дело в том, что они состоят из хрящей. В отличие от костей, хрящи не могут срастаться, поэтому, чтобы закрыть микроповреждения, они увеличиваются в размере. Кроме того, притяжение земли влияет на хрящи больше, чем на другие части нашего тела, заставляя их понемногу расти каждый год. Номер 11. Во время беременности мозг женщины уменьшается. Да, в этот период он становится немного меньше, но меньше не значит хуже. В нашем мозгу есть области, которые отвечают за чувства и невербальную коммуникацию. Во время беременности эти области претерпевают радикальные изменения структуры. Они уменьшаются, становясь более эффективными и сфокусированными в соответствии с конечной целью – рождением ребенка. Другими словами, уменьшение – это признак быстрого развития, а не наоборот. Номер 12. У новорожденных больше костей, чем у взрослых. У взрослого человека 206 костей, а у новорожденного примерно 300. При рождении кости еще не полностью сформированы и не до конца срослись. Многие из них состоят из нескольких кусков, соединенных эластичной соединительной тканью, хрящами, о которых я только что говорил. Со временем кости становятся более плотными и срастаются друг с другом. Номер 13. Половина силы нашей кисти исходит от мизинца. Большой палец делает нас людьми, а без указательного и среднего наши руки были бы почти бесполезны. Но не стоит недооценивать маленький мизинчик. Он объединяется со средним пальцем, чтобы дать кисти силу. Без мизинца захват руки стал бы намного слабее. Также он улучшает управление кистью, например, когда вы работаете каким-нибудь инструментом. Номер 14. Естественный цвет зубов не белый. Человеческие зубы покрыты эмалью. Это самое твердое вещество во всем нашем организме. Она тверже стали, но все же достаточно хрупкая, так что будьте с ней аккуратнее. И кстати, зубная эмаль не белого цвета. Она полупрозрачная, с легким оттенком синего. А цвет, который мы видим, обусловлен вторым слоем, находящимся прямо под эмалью. Дентином. Он желтый. Однако это не должно стать вашим оправданием. Ухаживайте за полостью рта. Гигиена – это наше все. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот и другие ролики, которые могут вам понравиться. Достаточно перейти по ссылке слева или справа. Присоединяйтесь к Эдми и наслаждайтесь!